Знакомьтесь, Аркадий. Очень общительный и дружелюбный пеликан. Однако, есть одно но. Он в настроении, только когда сыт. Сейчас ходит по клетке и стучит клювом. И это верный знак, пора кормить, говорит зоолог Юлия Доброва. У птиц в зоопарке первый прием пищи обычно в 9 утра, второй ближе к обеду. Отходим, отходим. Я тебе туда вот брошу рыбу, давай, бросай. Не успела долететь. Да, он сейчас очень так активно кушает. По словам девушки, аппетиты Аркаши растут с каждым днем. Дело только в возрасте или просто разбаловали. Здесь остается только догадываться. А спросить нельзя. Точнее можно, если понимаете птичий язык. Аркаш, ну все. Раньше у нас на показательных кормлениях мы Аркаше давали по одной рыбе в клювик. Ему это перестало нравиться. Может быть он подрос, возмужал. И теперь ему надо как в природе набивать весь свой мешок горловой рыбой. И весь килограмм с лишним, там кило двести где-то, он вот сразу пытается заглотить. Угощение достались и остальным пернатам. Утки и лебеди предпочитают смеси с картофеля, страусы, яблоки, куры, пшено. А вот совы сидеть в ожидании ужина не привыкли. Поэтому позаботились о своем пропитании самостоятельно. Трофеем одной из хищниц стала синичка. Что касается попугаев, то у них полная идиллия. Обед их мало интересует. Каждый занят своими делами. У кого-то сон час, а кто-то все наводит красоту. Ведь почистить перышки – дело святое. Корм в такую морозную погоду в кормушках должен быть постоянно не только у птиц из зоопарка. Не стоит забывать и о тех, кто обитает в городе. В день пернатые должны съедать столько, сколько весят сами. Лучше чуть больше, иначе верная смерть. Универсальное лакомство – семечки. Они богаты жирами и калориями. На втором месте по питательности – сало. Подойдет любое – свиное, говяжье. Главное, чтобы было не соленое и не копченое. Вечный вопрос – а можно ли давать птицам хлеб? Специалисты говорят – этого делать не стоит. Пищеварение птиц – оно не приспособлено переваривать хлеб. Они не умирают сразу. Но это вредит их здоровью. Поэтому этого делать не стоит. У доплавающих птиц также запаренными зерновыми смесями можно подкармливать. Туда можно добавлять листья салата, натертую морковь, мелко нарезанную рыбу. Но опять-таки нельзя, чтобы это все где-то лежало, тухло. То есть как-то надо корм давать так, чтобы он съедался. Но куда же положить угощение для птиц? Многие из нас за основу для кормушки берут пластиковую бутылку. Однако это не совсем безопасно для пернатых. Дело в том, что птицы могут порезаться об острые края конструкции. Но есть достойная альтернатива. Смастерить безопасную и экологичную кормушку просто. Для этого нам понадобится апельсин, любая прочная веревка и палочка. Разрезаем цитрус пополам и вычищаем мякоть. Далее с помощью палочки нам нужно сделать 4 отверстия на равных расстояниях. И последний этап. Берем веревку. Нам нужно 2 части. Отрезаем. И теперь вставляем в отверстие. И для удобства их нужно завязать. Вот такая кормушка у нас получилась. Теперь остается насыпать корм. У меня это семечки. Побольше, чтобы накормить всех. Наша кормушка готова. Эксперты отмечают, если начал подкармливать, не стоит бросать это дело. Важно поддерживать наших пернатых друзей. Они в долгу не останутся. И уже весной одарят нас красотой своих песен. Ксения Баканова, Игорь Казановский, Григорий Плешаков. События.